Наконец наступило теплое время года, а это значит, что, выпираясь на природу, никто из нас не застрахован от встречи с одними из древнейших жителей нашей планеты – змеями. Как уберечь себя от укуса змеи и оказать первую помощь укушенному – тема этого выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Змеи – одни из древнейших представителей рептилий, живущих сейчас на нашей планете, появление которых относится еще к самому началу мелового периода. В современном мире насчитывается порядка 3600 видов змей, распространенных на всех континентах земного шара. Ядовитыми и смертельно опасными для человека является около 300 видов этих пресмыкающихся, от укуса которых ежегодно страдает более двух миллионов человек, для 120 тысяч из которых укус заканчивается летальным исходом. Если говорить о России, то здесь обитает всего 11 видов этих ядовитых рептилий, самыми распространенными из которых являются гадюки, обыкновенная степная кавказская и щитомордник обыкновенный. В то же время на территории бывших союзных республик не исключена неприятная встреча с не менее ядовитыми – гюрзой, среднеазиатской коброй, песчаной эфой, носатой и малоазиатской гадюками. Медики всех времен пытались найти эффективное средство, спасающее от змеиных укусов. Но только в 20 веке науке удалось раскрыть механизмы действия змеиного яда и разработать методики противодействия ему при попадании в организм человека. До этого момента единственным более-менее адекватным способом спасения человека была ампутация укушенной конечности непосредственно сразу после укуса змеи. Интересные и полезные факты о змеях. Как правило, змея нападает на человека в целях самозащиты. Нередко случается так, что сам момент укуса остается незамеченным и пострадавший осознает, что был укушен только после проявления симптомов отравления. В момент броска змея способна преодолевать расстояние, равное 1 трети своей длины, развив при этом скорость 3,5 метра в секунду. Более 70% случаев укусов змей приходится на нижние конечности человека. Самой ядовитой змеей на планете среди всех ползающих считается тигровая змея, проживающая в Австралии, на острове Тазмания и в Новой Гвинеи. Укушенное тигровой змеей животное небольшого размера погибает практически сразу. А то количество яда, которое содержится в железах одной такой рептилии, хватит, чтобы убить до 400 человек. А почему же яд змей обладает такой токсичностью? Дело в том, что змеиный яд представляет из себя сложный коктейль из очень агрессивных для биологических тканей, органических и неорганических веществ. Нейротоксин – поражает нервную ткань. Гемолизин – вызывает распад эритроцитов и других клеток крови. Кардиотоксин – оказывает токсическое действие на сердце и сосуды. Холиностераза – фермент, нарушающий нервно-мышечную передачу. Помимо прочего, змеиный яд содержит множество других компонентов, которые тоже оказывают разрушающее действие на ткани. Хоть химический состав ядов различных видов змей может достаточно сильно отличаться, симптомы укусов этих пресмыкающихся все же обладают целым рядом общих признаков. Так как наибольшую опасность на территории нашей страны представляют гадюки, давайте рассмотрим на их примере симптомы и методику оказания первой помощи пострадавшему от укуса змеи. Смертность после укуса гадюки обыкновенной составляет не более 1% от общей массы случаев. Связан такой низкий показатель с тем, что змея впрыскивает в тело человека малое количество яда. Она его экономит. Создание и накопление следующей порции слишком утомительное для рептилий занятие. Симптомы укуса гадюки обыкновенной. На месте укуса четко видны две расположенных на одном уровне точки от ядовитых зубов. В первые минуты в месте укуса пострадавший ощущает небольшую боль и легкое жжение. Через 10-30 минут место укуса отекает и краснеет. Отек быстро распространяется, возникает головокружение и слабость. Не исключено развитие аллергической реакции, выражающейся в отеке гортани, что в свою очередь провоцирует затруднение дыхания. Общие симптомы интоксикации развиваются в течение получаса после укуса. Понижается артериальное давление, учащается сердцебиение, кожа бледнеет, возможны тошнота и рвота, головокружение, сонливость, отмечается понижение температуры тела. Чаще всего от укусов змей страдают нижние конечности, но случаются укусы змей и в верхнюю часть туловища. В этом случае, чем ближе укус находится к голове, тем стремительнее будут развиваться симптомы. Следует отметить, что юный или преклонный возраст, а также наличие хронических заболеваний, особенно аллергической природы, не лучшим образом сказывается на скорости нарастания симптомов, становясь усугубляющими факторами. Если зубы змеи инфицированы, то проникновение в ранку патогенных микроорганизмов может стать причиной инфицирования раны и развития местных гнойно-некротических процессов. Описанные симптомы могут как постепенно нарастать, так и молниеносно приводить к развитию шока и гибели пострадавшего. По этой причине очень важно правильно и быстро оказать первую помощь и незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Помните, без оказания адекватной помощи человек может погибнуть в временном промежутке от 30 минут до 7 часов, в некоторых случаях через сутки и более. По этой причине нужно действовать спокойно и четко и ни в коем случае нельзя поддаваться панике. В первую очередь следует обезопаситься от повторного укуса. Постарайтесь убить змею или как можно лучше ее запомнить, что позволит в дальнейшем врачам сразу назначить адекватное лечение. Уложите пострадавшего и незамедлительно вызовите бригаду скорой помощи. А в ожидании приезда врачей в течение первых пяти минут после укуса высосите яд. Для этого следует приоткрыть проколы, сделанные зубами змеи. Зажмите ранки от укуса между пальцами и слегка их разомните. При открытии проколов на их поверхности выступают маленькие капельки жидкости. Далее, обхватив зубами место укуса и поддавливая пальцами окружающей ткани, высосите яд. Яд со слюной сразу же выплёвывайте. Не прекращайте манипуляции в течение двадцати минут. За это время возможно убрать до пятидесяти процентов попавшего в организм яда. Следующий шаг, который следует предпринять, оказывая помощь укушенному – это дезинфекция раны. Для этой цели подойдут любые, не содержащие в своём составе спирта, дезинфицирующие средства. Бриллиантовая зелень, перекись водорода, слабый раствор марганцовки. После дезинфекции наложите на укушенную конечность выше укушенной области умеренно тугую повязку, предварительно сняв кольца и браслеты, если укус пришёлся в руку и обездвижьте её наложением шины. Повязка должна комфортно сдавливать конечность, при этом не доставлять беспокойств так, чтобы палец мог без труда проникнуть под повязку. Такая повязка сдавит лимфатические сосуды и поверхностные вены, что замедлит распространение яда и в то же время не нарушит циркуляцию крови в тканях. По возможности приложите холод к месту укуса, он замедлит распространение яда и развитие воспалительной реакции, снизит отёк и болевые ощущения. Обеспечьте пострадавшему полный покой. Запомните, чем больше человек двигается, тем быстрее яд разносится по организму и достигает жизненно важных органов. Целесообразно дать укушенному любой имеющийся под рукой антигистаминный препарат супрастин, диазолин, димедрол. Данные средства помогут снизить симптомы воспаления и аллергической реакции, а также предупредят развитие шока. Обеспечьте пострадавшему обильное питьё, которое будет способствовать снижению концентрации попавших в кровь токсинов. В случае остановки дыхания или сердцебиения начните реанимационные мероприятия, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Следующий этап оказания помощи пострадавшему проводится уже медицинскими работниками – это введение специфической сыворотки, противоядия. Сыворотка связывает компоненты яда и устраняет разрушающее действие яда на организм. Для спасения укушенного широко используются противозмейные сыворотки, которые изготавливают с использованием яда змей. Сыворотки бывают моновалентные, помогающие при отравлении ядом определенного вида змей. И поливалентные, используемые против укусов различных видов. Например, сыворотка антигюрза, действующая против яда змей семейства гадюковых и яда гюрзы. И сыворотка антикобра, помогающая в случае укуса среднеазиатской кобры или змей семейства аспидовых. А теперь давайте поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать, оказывая первую помощь укушенному. Не подвергайте пострадавшего физическим нагрузкам. Не давайте пить никаких алкогольных напитков, так как алкоголь только усугубит состояние усилив действия яда. Никогда не накладывайте тугой жгут выше места укуса. Данное действие может стать причиной отмирания тканей, гангрены, особенно при укусе гадюк. Не прижигайте место укуса. Во время укуса змея впрыскивает яд достаточно глубоко в мышцы, и ударить его подобным действием не получится, а вот ожог с образованием струпа, под которым начнется нагноение, вы обязательно получите. Не разрезайте место укуса крестообразно, тем более не пытайтесь вырезать его, так как это повлечет за собой не только лишнее занесение инфекции в рану, но и, вероятно, повреждения сухожилий и вен. Не накладывайте на место укуса тёплые компрессы. Ну и в завершении сегодняшнего разговора давайте обсудим, как же обезопасить себя, отправляясь на природу от неприятной встречи со змеями. Отправляясь в загородную пешую прогулку, вместо обилующей змеями, заведомо будьте готовы к встрече с этими рептивиями. Пересмотрите свой гардероб. Высокие сапоги, толстые шерстяные носки, плотные, не обтягивающие тело брюки, заправленные в обувь, предохранят вас в случае неожиданной атаки змеи. Будьте предельно внимательны при ходьбе и особенно во время сбора ягод и грибов. Запаситесь длинной палкой, чтобы раздвигать высокую траву или опавшую листву. Если вы неожиданно заметили ползущую змею, обойдите ее стороной, а если змея оказалась на достаточно близком от вас расстоянии, замрите и дайте ей возможность уйти. Если змея заметила вас и приняла угрожающую позу, отступите медленно назад, не совершая резких, пугающих змею движений. Не поворачивайтесь к рептилии спиной, не выставляйте вперед руки. Лучше постарайтесь отгородиться палкой, держа ее по направлению к змее. Не бегите. Вполне вероятно, что змея здесь не одна, и убегая существует вероятность наступить на другую змею, спровоцировав ее тем самым на атаку. Находясь в походе, выбирайте места для привала или ночевки на возвышении, в отдалении от скал и лишенной густой высокой растительности. Обязательно проверяйте палатки и спальные мешки на наличие змей перед каждым их использованием. Помните, опасна змея, которую вы не увидите. Обнаруженная змея угрозы не представляет. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и одноклассники, здоровья вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok